Приветствую всех! Всем отличного времени суток, прекрасного настроения. Сегодня мы будем делать расклад на одну позицию. Не надо пугаться того, что расклад на одну позицию, обычно он отгоняет людей, но мне все время хочется сказать, что по крайней мере на моем канале, когда я делаю расклад на одну позицию, у него есть немножечко иной замысел. Во-первых, это всегда демо-версия того, чтобы вы понимали, как можно работать индивидуально. То есть, когда вы приходите ко мне на индивидуальный расклад, с какими вопросами можно приходить, и что вы можете получить как ответ, это один формат. Но задача сегодняшней такой демо-версии на одну позицию заключается в том, чтобы, как это сказать-то правильно, знаете, как своего рода психотерапия. То есть, то, что я буду говорить, то, что я буду вещать, возможно, в этом увидеть какие-то ответы для себя и в большей степени задуматься. Ясное дело, что основная часть моих подписчиков на канале не любят такие темы, где надо что-то наподумать, но есть очень много людей, и это меня радует на самом деле, которые действительно задумываются, которым это интересно, которые хотят разобраться. То есть, даже, возможно, вопросы, которые будут озвучены, либо интерпретацию, которую я буду давать в раскладе, она может быть напрямую как-то не имеет отношения, возможно, к раскладу, но включает в вас именно какие-то моменты. Итак, о чем будет сегодня расклад? Сделаю вступление. Мне, значит, в комментариях, не помню, к какому раскладу, Вера подписчица написала, значит, следующий момент. Элене просьба сделать расклад о прощении. И она поясняет, что конкретно она имеет в виду. В данном случае речь идет о предательстве. И она пишет. Все говорят, что надо простить и отпустить. Но если простить, значит и забыть. Но как быть памятью? Как забыть предательство, раны от которого не заживают? Объясните, если возможно, как совместить, как добиться согласия в душе. Когда я впервые прочитала этот комментарий, я не читаю, как это сказать. Наверное, буквально. То есть я стараюсь всегда в таких комментариях, либо в текстах смотреть то, что скрывается за тем, что написано. То есть читать между строк. И я сразу поняла, что проблема здесь у человека заключается в следующем. То есть акцент у меня сразу взгляд упал на выражение. Как забыть предательство и раны, от которого не заживают? Вопрос. Во-первых, если бы это был индивидуальный расклад, я бы обязательно спросила, что такое предательство для человека. Потому что это абстрактное понятие. И каждый вкладывает что-то свое. Но за этим скрывается тот момент, когда человек, по сути, то есть на своем уровне бессознательного, он держит вот эту вот рану и боль как напоминание о чем-то. То есть здесь акцент не идет на то, что я хочу отпустить, либо акцент на том, что меня предали. А здесь, скорее всего, конечный результат, он связан как раз таки с тем, что человек хочет помнить. Но напрямую нет осознания того, о чем я хочу помнить. То есть вот то, что я говорю, когда есть какая-то ситуация, мы делаем анализ этой ситуации, делаем выводы, держим при себе выводы, а ситуацию можно отпустить. Ну то есть урок пройден, там уже все, что нужно было для себя прояснить, мы уже прояснили. И так идти проще по жизни. Но когда мы держим и ситуацию, и эмоции, которые ее сопровождали, и по сути не делаем никакие выводы, то у нас идет повтор таких ситуаций, в принципе, то, что мы называем уроками. И здесь мы сегодня будем разбираться с вопросами. Я здесь себе вопросы наметила. Сейчас раз, два, три, четыре, пять, пять-шесть вопросов будет у нас сегодня. Наша задача посмотреть, какую причину, то есть что скрывается за тем, почему мы не можем отпустить эту рану. То есть по сути принять и отпустить, это для каждого такое достаточно абстрактное понятие. То есть важно осознать, что принять. Вот допустим, человек предал. Что мне нужно в этой ситуации принять? Да, какой момент мне надо принять? Что меня предали? Или момент того, что мне это больно? То есть вот сегодня в этом мы будем немножечко копаться. Я, может быть, сейчас говорю не совсем ладно, и вам не совсем понятно, что я хочу до вас донести. Но я думаю, в раскладе, когда мы это будем все смотреть и анализировать, вам станет более понятнее. Потому что я сегодня планирую не просто делать расклады и интерпретировать карты, но еще в каких-то моментах вам пояснять, почему именно этот вопрос я задала, что мы хотим этим вопросом увидеть. Потому что иногда мы, знаете, задаем в раскладах, я, по крайней мере, задаю вопросы, и кажется, что они логичные, но, возможно, зритель не совсем осознает, почему я задала именно этот вопрос. То есть вопросы, которые я задаю, как правило, в раскладах, либо когда я что-то смотрю, у них есть определенная цель. То есть это не просто логические исповествования, мы берем какой-то вопрос, задаем, для того, чтобы на него получить ответ. А в моем случае, когда я делаю анализ, а я делаю акцент всегда в своих раскладах на анализ в большей степени, поэтому в любых описаниях моих услуг вы увидите, что я пишу психоанализацию, о психоаналитических раскладах. То есть анализируем ситуацию, анализируем состояние нашей души, то есть нашей психи, хотела сказать, по-гречески это душа, нашего состояния, наше состояние души. То есть в большей степени я делаю акцент на анализ. Я не даю готовое решение, потому что лично для меня, у меня есть такое убеждение, что готовое решение, ну, во-первых, они не имеют никакой ценности, потому что их даю я, а не вы сами к этому приходите. И не факт, что то, что говорю я, как конечный результат, это самое эффективное для вас, потому что это мое субъективное мнение, мой субъективный какой-то анализ. Когда вы сами приходите на своем опыте к чему-то, вот это является для вас ценным. Опыт у людей может быть схожим, но способ достижения решения может быть разный. И вот именно сам способ, то есть сам процесс, сам путь, он важен в становлении себя и понимании себя. Поэтому, когда кто-то нам помогает, давая нам таблетки, готовое решение, это не будет иметь той ценности, хоть и людям кажется, что да, для меня это полезно. На самом деле самое полезное, это когда ты сам к чему-то приходишь. И это ценится больше, и это уважается самим собой намного больше. То есть одно дело, если объяснять ребенку, как надо правильно полымать, через метафоры, сказки и куча лекций. А другое дело, когда ты ему даешь тряпку и ведро, и говоришь, он дам кран, иди набери воды и помой сам. И ребенок идет и думает, а какую ему воду налить, холодную или горячую. То есть он в процессе чему-то уже параллельно начинает обучаться. Холодная вода или горячая, много или мало. Сколько он сможет утащить? Для чего? Надо ли какие-нибудь дополнительные какие-то моющие средства наливать или нет? Тряпку вручную мыть, как было в союзное время, либо на швабру, либо еще как-то по-другому. То есть одно дело, когда ты это рассказываешь, и все равно ты все нюансы не расскажешь и не сможешь передать. А другое дело, когда человек сам, как говорится, на своей шкуре, на своем опыте попробовал, и он сразу поймет, что не так. Потому что, когда ты начинаешь мыть полы грязной тряпкой, у тебя белые разводы, ты понимаешь, что что-то я делаю не так. А этот нюанс человек, тот, который преподает и называет себя учителем, может упустить. Поэтому моя любимая фраза говорит о том, что нас никто не может ничему научить, мы можем только лишь научиться. Это принципиально большая разница. Если мы сами чего-то не захотим, нас никто никогда ничему не научит. И с другой стороны, мы никогда, то есть нас никто никогда не учит, мы сами учимся. Когда мы хотим, мы сами учимся. То есть то, что вы познали, да, источники могут быть, люди, которые передают информацию, могут быть, но они нас не учат, они лишь передают информацию. Вот. Ну, давайте приступим к раскладу. Наша задача, значит, понять по сути, что я хочу этим раскладом показать, почему человек держит эту боль, да, почему он ее не отпускает. И на самом деле неосознанно он ее не отпускает, потому что в ней есть вторичная выгода. И вот это вот мы будем сегодня с вами рассматривать, почему иногда, когда нам больно, мы не можем простить и отпустить, потому что нам эта боль для чего-то нужна. И когда ты понимаешь, для чего тебе нужна эта боль, то прощение, оно происходит по сути автоматически. То есть мы смещаем фокус внимания с того, за что мы держимся, и наши руки отпускают ту проблему, которая нас беспокоила. То есть именно происходит понимание, ну иначе осознание. Итак, смотрим. Какую потребность вообще по жизни, да, ну в данном случае у нас идет предательство, я не буду делать анализ вопроса, что такое предательство, то есть причину, по которой было предательство, мы ее не будем рассматривать, то есть это может быть измена, это может быть человек там не сдержал какое-то слово, ну то есть разные факторы могут быть. Нам сам факт, результат интересен. Какую потребность человек не покрывал вам, то есть были взаимоотношения с человеком, потому что человек нас предал, и вот в данной ситуации человек какую-то потребность вашу он не покрыл, и поэтому мы поняли, что он нас предал, то есть у нас, по сути говоря, были какие-то ожидания от человека, была какая-то нужда, а нам человек этого не дал, он поступил так, как он считал нужен. Допустим, если это во взаимоотношениях и была измена, то человек решил на тот момент, что именно для него, не для вас, именно для него самое наилучшее будет вступить в самоотношение либо в какую-то короткую связь с другим человеком. Это было его право и его выбор. Мы не будем сейчас оценивать, насколько это морально, этично, правильно, неправильно, неважно. Человек сделал наилучший выбор для себя на тот момент, именно для себя, акцент на это, не для вас, для себя. Вы же в этот момент также сделали выбор в контексте того, что вот меня не выбрали по каким-то причинам и мне сделали больно. Здесь вопрос выбора. Выборы не совпали. Произошло предательство. Если мы рассматриваем, например, вот в контексте измены, потому что, ну, разное может быть. Вот какую вашу потребность человек не покрыл вот в тот момент, когда случилось это предательство, какую вашу проблему человек не покрыл. Проблема связана, не проблема, а потребность. Потребность. Тройка жезлов. Развитие. Развитие и коммуникация. То есть, возможно, вот в этот момент вам хотелось, чтобы с вами поговорили. Вообще, тройка жезлов это всегда аркан про приумножение того, что уже есть. Это всегда про открытие горизонтов, про перспективу. То есть, здесь в данном случае, что произошло? Человек выбрал себя. Тройка жезлов. То есть, человек принял решение, что я хочу идти дальше, неважно с вами, с кем-то другим, либо сам. То есть, он двинулся вперед, не учитывая ваши ценности, не учитывая ваши какие-то потребности. И вот именно то, что мы говорим, не посчитал нужным меня оповести, либо вообще не считался с моим мнением. То есть, здесь как будто бы уже потребность в признании, исходя из этого аркана, мы видим, что потребность в признании и, возможно, как следствие, в уважении, она не покрыта. Исходя из этого, вот из этого аркана, опять же таки, я не рассматриваю, сразу скажу, на личности не перехожу. Нам не важно, касательно какого человека это идет речь. Нам важно ситуацию саму рассмотреть, как это может быть. И вот в данном случае я могу предположить, исходя из этого аркана, что у человека есть потребность в признании, чтобы с ним считались, чтобы на него обращали внимание. Это уже показывает, что у человека есть какая-то необходимость быть важным и нужным для другого человека. Потому что, если бы этой потребности не было, и на вас бы кто-то не обращал внимания, либо вас не оценивал, либо с вами не считались, вас бы это не задевало. Так или иначе. В некоторой степени, да, где-то там в процентном соотношении, я не говорю полностью игнор, но если вдруг кого-то цепляет игнор, есть люди, которых вообще не цепляет игнор. Потому что у них такая достаточно здоровая психика, и им все равно, обратят на них внимание или нет. А есть люди, которые именно зависимы от этого. И вот здесь, скорее всего, есть какая-то травма. Дальше еще. Какую потребность человек, другой человек, тот, который изменил, тот, который причинил боль, вот так лучше скажу, предал, не покрыл вам. Вот пятерка. Какую потребность? Пятерка кубков в этой колоде, это колода Тару сумасшедшего дома, я ее люблю, она краска для психоанализа, очень хороша. говорит о том, что здесь пятерка кубков. Человек сам себя наказал и поставил в угол. Проще говоря, почему? Потому что здесь разорванная фотография, сердце лежит на столе. Получилось так, что в физическом мире произошел разрыв, а на тонком плане эта связь есть. То есть она не разорвалась. И человеку очень больно, того, кого оставили, в данном случае. Потому что здесь фотография порвана, она нам указывает как раз на некий такой разрыв. И человеку стало больно. Поэтому какую потребность человек не покрыл, не разорвана в данном случае была связь. То есть если не разорвана связь, значит то, что я уже сказала, была какая-то привязанность к этому человеку. То есть значимость этого человека, о котором идет речь, она была велика для того, кто, ну условно говоря, заказал расклад, чтобы разделять как-то личности. То есть исходя из этого, можно уже сказать, что у человека есть привязанность, у человека есть зависимость от другого человека. То здесь уже как будто бы отношения, они не совсем могут быть здоровые. Опять же таки, мы все рано или поздно привязываемся к друг другу, особенно если мы живем долгое время. Но вот здесь, если есть вот эта вот боль, ну то есть если человеку становится плохо, здесь уже показатель того, что где-то нарушены вот эти вот границы. Смотрим дальше. Еще какая потребность человека, ну то есть смотрящего, не покрыта. И вот она, двойка кубков, как подтверждение тому, что я говорила ранее. Здесь двойка кубков, она очень интересная. Мы видим двух людей, то есть это аркан взаимодействия, да, и любви, отношений, то, что мы понимаем. Вот здесь этот аркан, он говорит о следующем, что здесь есть люди, у которых глаза закрыты, то есть мы видим повязки. То есть когда влюблены, любовь слепа. Здесь мы не видим ни на статке друг друга, но поскольку они находятся в коробке картонной, в ней есть дырки. И ясное дело, что когда вода смачивает бумагу, да, картон, она в какой-то момент, ну, делает вот эти вот скважины, и рано или поздно этот картон обмякнет, да, и вода вырвется наружу. То есть здесь, в данном случае, мы не замечаем какие-то недостатки. Пока мы влюблены, мы не замечаем какие-то недостатки друг друга, иногда нам они кажутся милыми, да, иногда мы говорим, ну ничего страшного, со временем это изменится, но, к сожалению, когда уже этот картон обмякнет, и вот эти вот эмоции уже сдерживать будет невозможно, тогда мы увидим ту реальность, которая не всегда нам нравится. И это еще один показатель того, что когда ты выстраиваешь взаимоотношения, прекрасно, когда есть эмоции, да, но настоящая любовь, она приходит со временем, когда вот эти вот эмоции уже поугаснут, и останутся, вот останется суть настоящей, то, что называется любовью. И здесь, исходя из нашего запроса, то есть какая потребность, потребность в парности, да, она не была покрыта. Вот опять же, таки, то, что я смотрю, вот по этим трем марканам, могу сказать, что здесь человек, то есть тот, который, условно говоря, заказывает расклад, он уже изначально, помимо того, что здесь есть какая-то зависимость, здесь у человека очень важно, чтобы его партнер, как это сказать, растворялся в нем так же, как и смотрящий, то есть тот, кто предал, и тот, кто смотрит, здесь важно, чтобы была какая-то взаимность, да, то есть здесь есть вот эта вот потребность во взаимности, в том, чтобы получать, но вот так вот, как выпали арканы, могу сказать, что здесь как будто бы любовь, ну, либо она очень долгое время была, да, отношения были долгие времена, в долгое время уже люди как-то вот, один, по крайней мере, человек присытился другим, и им уже было все равно тот, который предал, а тот, который остался, он до сих пор имеет какие-то чувства, и поэтому получилось так, что одному важны эти отношения, да, вот тот, кто смотрит, ему важны эти отношения, он хочет какой-то взаимности, у него есть ожидание, что его также будут любить, как любит он, и здесь наверняка человек дающий, но, как правило, если здесь есть какие-то травмы, особенно у того, кто смотрит, то, как правило, он не будет притягивать психически здорового человека, он притянет такого же человека, у которого есть аналогичные травмы, и здесь получилось так, что нужно было воссоздать вот эту вот картинку, как подтверждение некого, не знаю, некой такой несостоятельности, что ли, в отношениях, то есть, возможно, мы посмотрим, но, возможно, здесь у человека есть убеждение о том, что, не знаю, в любви очень много каких-то травм, да, что всегда надо за любовь как-то сражаться, что за любовь надо бороться, там, надо как-то поддерживать, надо что, то есть, убеждения, которые показывают, что тот, кто смотрит, ему все время надо что-то отдавать, надо отдавать, 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 а брать не надо, потому что здесь травма есть, и когда человек, через какой-то период времени, он не получает ничего взамен, хотя потребность здесь есть в том, чтобы получать но травма у человека она создана таким образом чтобы человек ничего не получал взамен да потому что на этом базируется его убеждение убеждение они воссоздают реальность таким образом чтобы получить подтверждение что да это действительно так и это замкнутый какой-то такой круг и здесь у нас получается таким образом что были такие отношения да когда тот скажем так клиент чтобы покороче было когда клиент вкладывался в отношения у него была очень сильная мощная связь в том числе и телепатической то есть был создан канал этот канал моим клиентам так что понятно было клиентам поддерживался эмоциями возможно воображениями представлениями было огромное было огромное желание и потребность получать подтверждение что смотри я вот для тебя столько делаю посмотри какая хорошая ты это оцениваешь мне тоже нужно чтобы ты дал что-то исходя из этого я могу предположить что другой человек у него были какие-нибудь травмы хотя все того что он был холоден не был готов давать отношения либо не был готов к серьезным отношениям то есть человек по сути принимающий два человека дающий в данном случае и принимающий так вот вот это дающий в какой-то момент выдохнулся потому что он как будто бы знаете вот служит служит а взамен ничего не получает вот и в какой-то момент здесь возможно были какие-то объяснения себе что там я не знаю как правило мы входим в какой-то торг самим собой когда мы говорим что ну да через какой-то период там этот человек нам что-то да взамен на нас обратить внимание может быть сейчас он не обращает внимание то что это трудный период у него там работа то есть мы начинаем как-то сами себе объяснять бездействия другого человека потому что здесь я вижу что есть недостаток потому что общение как такового такого взаимодействия да здесь я не вижу здесь присутствует вот какая-то холодность и клиент здесь выходит вот как будто бы знаете вот позиции портящего да вот посмотри на меня да обрати на меня внимание давай мы с тобой поговорим давай мы с тобой вместе что-то сделаем а противоположная сторона она не нуждается вот именно взаимности да почему потому что видимо там есть еще и проблемы связанные с эмоциями либо человек не умеет выражать эмоции либо ему очень сложно когда человек другой очень эмоциональный а вот здесь клиент он очень эмоциональный и это по двойке кубков и у него есть вот это вот нужда выражать свои какие-то чувства и велика вероятно чем больше здесь человек выражал чувства тем больше 2 2 половина избегала этих чувств да как-то вот игнорировала уходила вот и здесь вот примерно какой-то такой формат взаимоотношений сложился исходя из того что показывает карты смотрим что клиент на самом деле не хочет отпускать вот в этой ситуации да то есть ситуация предательства случилось и у нас помню да вопрос как это все отпустить как с этим прожить вот что не хочет на самом деле отпустить что не хочет отпустить туз монет он как будто бы видишь что вот эти вот отношения либо это человек является каким-то я не знаю подарком шансом возможность да что за возможность сейчас я вам поясню но он видит второго партнер тот который предал да он видит его лице клиент в лице скажем так предателя видят как некий шанс возможность на что на 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 изменение в своей жизни то есть я могу предположить что здесь человек очень эмоциональный может быть даже в чем-то мнительным некоторой степени да очень такой зависимый эмоционально зависимый здесь проскальзывает и возможно человек не знает как самостоятельно обогатить свою жизнь до какими-то может быть интересами до хобби я не говорю о том что у него нету их но вот на тот период когда есть сама вот эти вот отношения до взаимоотношения с человеком который предал вот клиент он как будто бы видят вот в своем партнере того человека ради которого можно было бы во первых что-то сделать то есть здесь такие моменты бывают когда наша жизнь скучно и вдруг появляется другой человек и он как будто бы придает некий смысл нашей бессмысленной серой жизни вот мы начинаем него вкладываться начинаем что-то делать ваненая может быть ради него косвенно до проходим какие-то курсы смотрим расклады читаем какие-то книжки то есть происходит процесс развития и нам кажется что мы по сути это делаем для того чтобы вот как-то вкладываться в эти в отношении да как-то помогать этому человеку на самом деле это такой скажем косвенный путь нашего саморазвития то есть сами для себя мы бы так этого ничего не делали потому что нам было бы не интересно а тут появился предмет ради которого можно это сделать да как некий такой смысл туз пиндакли как шанс возможность что что-то изменить своей жизни либо выйти из какой-то закольцованностью из каких-то своих сценариев да то есть занимаясь чем-то другим чем обычно привыкли заниматься у нас здесь появляется какой-то смысл и тут получилось так что если было предательство и человек ушел а здесь есть вот это вот показатель по тройке жезлов что человек ушел то есть он пошел к новым берегам у него открылись горизонты и он ушел и если действительно так и тот кто предал в этом но в измене на если действительно было так и человек ушел то здесь как будто бы автоматом получается что клиент утрачивает смысл ради вообще чего жить почему потому что не понимая себя не понимая своих собственных интересов своих собственных желаний предмет это знаете как когда у людей есть но они чувствуют какое-то одиночество и если нет другого человека рядом они как правило заводят себе какого-то животного да то есть о ком-то есть необходимость заботиться потому что люди это социальные существа им нужно чтобы это был кто-то либо что-то чем можно было бы заботиться но человек не понимает что можно заботиться о себе то есть но здесь смысл был как будто бы вот вот не то чтобы забота забота это как показатель делать совершать какие-то действия сторону другого человека а здесь как будто бы была какая-то такая потребность выйти из своего с одной стороны сценария с двой стороны что-то изменить своей жизни потому что моя жизнь она вдруг стала какой-то но рутинные скучны то есть мы не хотим отпускать этого человека потому что бессознательно мы этого не осознаем бессознательно когда есть этот человек но этот предатель нашей жизни мы что-то делаем наша жизнь она не такая скучная она не такая серая понимаете косвенно и на самом деле отпуская этого человека что я тогда буду делать мне нужен другой предмет на который бы я смогла обратить свое внимание да либо выразить свою заботу что еще вы не хотите отпускать на самом деле то есть здесь какой-то сценарий вот борьба да то есть как как какое-то внутреннее противоречие нам важно поддерживать эти противоречия то есть какое-то несогласие внутри себя нам важно бороться вот в чем ценность этой внутренней борьбы то есть за этим скрывается еще что-то что ценно тройка кубков я тогда чувствую себя живой понимаете вот когда есть какое-то противоречие внутри когда есть какое-то несогласие я не чувствую внутреннюю спокойствие внутреннее спокойствие гармонию почему я это не чувствую потому что я с чем-то борюсь есть чем-то сопротивляюсь и когда вот это вот происходит внутри меня тогда я чувствую себя живой понимаете то есть когда не будет какой-то борьбы и когда не будет какого-то соперничества какого-то соревнования то здесь жизнь она станет скучно что я в принципе и сказала на то есть даже если отношения здесь закончены сама мысль о том что человек поступил не так то есть вот какой-то какая-то борьба на ментальном уровне она все равно остается и пока она остается человеку не скучно жизнь понимаете у него есть какие-то интересы то есть не отпустить эту ситуацию 1 дальше мы еще будем смотреть но первое это бессознательное какое-то такое ощущение что я живая то есть человека уже нету вашем окружении да потому что пятерка кубка указывает на то что было расставание но мысли о нем они все равно вызывает вот какую-то такую внутреннюю активность борьбу и через эту борьбу я чувствую себя живой я чувствую себя не знаю как меня это наполняет эмоциями да то есть вот это мне придает какую-то не знаю чувство чувство что я живу вот как какая-то такая косвенная потребность здесь есть так дальше смотрим для чего вообще вам помните эту боль да ну то есть то что боль от предательства вот для чего король мечей во-первых потому что это занимает наш дистатья алистер кроул изображен а это занимает наш мыслительный какой-то процесс для чего помнить для того чтобы с одной стороны мы как будто бы учимся здесь украшать свои эмоции контролировать то есть как будто бы человек себе напоминает о том что эмоции двойка кубков это плохо то есть любить кого-то это плохо что-то чувствовать это плохо и эти эмоции надо контролировать то есть как напоминание вот этой всей ситуации что скрывается как за кулисье как между строк то есть еще глубже копай здесь у человека есть потребность не чувствовать эмоции почему потому что он не понимает во-первых своих эмоций до по двойке кубков а во-вторых он настолько эмоциональный и велика вероятно что из-за своих эмоций он все время попадает какой-то просак да что то делает не так а потом он сам себя корит и вот как-то научиться совладать со своими эмоциями человек здесь не может и поэтому ему проще думать о том что эмоции то есть он здесь свои эмоции собственно не принимает что эмоции это что-то плохое вот когда ты любишь когда-то проживаешь эмоции это всегда не к добру то есть здесь вот какая-то такая подоплека идет еще для чего вам важно помнить эту боль по королю мечей для того чтобы знаете вот быть каким-то холодным для того чтобы не привязываться к людям потому что здесь знаете как когда этому человеку клиенту кто-то симпатизирует он начинает входит вот знаете как-то момент доверия что ли может быть это да как-то и наивно но здесь вот вопрос доверия он стоит здесь человек доверяет и и он начинает как-то знаете не проверив человека открываться ему рассказывать свои какие-то потаенные моменты чему я делаю акцент на то что не проверив человека потому что не всем да надо открываться и не всем надо что-то рассказывать а здесь как получается есть потребность во взаимности вот то что я сказала есть потребность в этом служении на то есть что то делает для другого человека вы встречаете человека начинаете ему раскрывать душ и человек не готов это слушать ему неинтересно он может реагировать как-то по-своему а вам от этого становится больно потому что у вас есть ожидание того что вот то что вы говорите вот вашего вот этого доброта чувствительность что ну как же это же во благо значит это нужно но это нужно с вашей стороны да ваше субъективное мнение другому человеку вашей эмоциональности она может быть и не нужна но вы так не смог не не рассматриваете эту ситуацию и поэтому вам кажется блин ну что происходит я же с добром я же хорошие какие-то поступки делают для этого человека я же мне причиняю боль почему он со и так и подходит потому что разные разные интересы и разные потребности у вас есть потребность отдавать а у другого человека нету потребности принимать того что вы ему даете здесь вот получается так что очень много завязок идет на эмоции и вы не знаете как с ними справиться и поэтому держите людей как-то на расстоянии чтобы к ним не привязываться чтобы с ними не знаю как то чтобы не причинить себе боль да вот вы здесь как будто бы человек крайности до либо она дает все либо нет вообще ничего не дает то есть вот какая-то крайне золотую сирену вы не можете здесь для себя найти поэтому вам эта боль нужно как напоминание о том что к людям привязываться нельзя и чувствовать эмоции это тоже плохо поэтому мне необходима какая-то холодность поэтому надо включать голову да то есть надо быть разумной велика вероятность что здесь человек может уйти в другую крайность когда он выглядит что мне никто не нужен я закрываюсь уходит в отшельника такие фазы здесь тоже могут быть я буду сам собой а поскольку надо себя как-то чем-то заняться дату человек может читать какую-нибудь литературу что-то узнавать для себя вот но но это как-то знаете момент какого-то избегания до некая такая компенсация за то что не получается выстроить отношения именно взаимные не получается взаимодействовать с людьми и быть понятым для других людей то есть проблема именно привязанности то есть выстраивание взаимоотношений однозначно есть и велика вероятность пока здесь есть травма вы не будете выбирать для себя нужных людей вы будете выбирать людей которые вам будут все время посвечивать вот эту вашу травму для того чтобы вы прошли урок смотрим дальше в чем вообще человек не оправдал ваших убеждений на ожидании это этот вопрос он нам как караски подсветит те убеждения которые есть у вас то есть сейчас мы посмотрим в чем он не оправдал вот именно ответ на вопрос чем не оправдал оправдал ваши ожидания и то есть убеждение ну давайте посмотрим то есть в чем не оправдал тот предатель ваших ожиданий двойка двойка мечей аркан каких-то сомнений да я просто хочу понять только я еще один аркан выложил в чем не продал ваш монет здесь вот как будто бы есть какая-то идея по поводу добра и зла потому что вот здесь в пожима не до заложен момент это главный герой да делает совершает сделку дьяволом но сейчас попробую вам это связать здесь человеку нужны деньги вот в этом аркане да какой смысл человеку нужны деньги это она в данном случае он здесь врач для чего то есть вроде бы с одной стороны есть какой-то такой альтернатив альтруистический посыл что я хочу как врач помочь большему количеству людей но для того чтобы им помогать мне нужны какие-то лекарства до медикаменты там боже мой инструменты а на это нужны деньги и вот как будто бы здесь человек в этом аркане сам себе объясняет вот свое поведение что мне нужны деньги и мне нужны большие деньги поэтому я готов продать дьяволу душу за то чтобы он мне дал эту материю и я на эту материю буду как-то вот помогать другим людям вроде бы казалось да что посыл он такой позитивный до положительный в контексте того что у меня мотивы помогать другим людям но какие намерения да здесь у человека то есть каким скорее всего способом он хочет помогать другим людям то есть жертвуя тем самым что у него самое дорогое есть да то есть своей собственной душой то есть как-то знаете как обесценивание обесценивая себя самого вот это вот какое-то самопожертвование оно никому не нужно потому что вот всех людей все равно не вылечишь на всех денег не хватит но вот этот вот поступок когда ты продаешь свою душу то есть ты по сути сам себя предаешь продай ты сам обесценивать свою душу продавая ее то есть по сути она для тебя ничего не значит если ты ее продаешь дьяволу неважно какая это цена то есть в жизни всегда есть что-то самое такое дорогое да то есть желательно чтобы но не все покупалось в этой жизни да то есть есть какие-то такие ценности которые но невозможно купить а здесь получается ну вот своего рода какой-то самообман то есть я готов спасать других людей жертвуя своей собственной душой но так ли это на самом деле нету ли за этим не скрывается ли за этим вот какое-то искушение деньгами потому что продав свою душу и получая деньги здесь человек как будто бы за забывает о своей вот это вот цели да я хочу помогать другим людям их лечить и становится алчным становится горделивым ну то есть вот это золото она как будто бы его портит но на самом деле он уже изначально был испорченный понимаете и вот в контексте нашего расклада здесь присутствуют знаете вот какие-то убеждения вот жертвенности да то есть я я готов отказаться от себя от самого ценного для того чтобы и дальше там ну разный список есть и вот вот это вот вопрос привязанности вот здесь да и вопрос вот этой вот жертвенности то что я говорила в самом начале необходимости быть получить вот какое-то признание получить оценку посмотри сколько я делаю всего для тебя а ты меня взял бросил и ушел и я осталась одна то есть вот здесь вот какой-то момент самобичевания он присутствует то есть даже по двойке мечей сомнения сомнения в самом себе то здесь с одной стороны поскольку это паш только начальная энергия не понимание своей собственной ценности то есть я сомневаюсь себе здесь вопрос самооценки он так тонко знаете проскальзывает что вот прям про по по острию лезвия проходишь и ты не совсем понимаешь что человек сам может вообще никак не осознавать ему кажется что у меня нормально все самооценкой да что у меня нет никакой ну то есть я не проигрываю вообще никакую жертву но вот вот это вот какая-то вот потребность знаете себя наказывать что в том что я в чем-то нехороший в чем-то не состоятельной это вот проигрывается тогда когда мы показываем другому человеку посмотри что я делаю для тебя посмотри сколько я вложился в тебя посмотри какой я хороший я же хочу взаимности то есть опять таки везде есть вот это я я я что я делаю для тебя и в конечном итоге вот из-за того что вот здесь идет вот заложено вот это заниженная самооценка почему то что человек он не понимает свои собственные ценности вот чтобы эту ценность понять этому человеку нужен другой человек который будет его бесконечно обесценивать это сейчас формат токсичных отношений для чего для того чтобы в какой-то момент вот этот человек который сам себя обесценивает чтоб он начал сопротивляться и говорилось кушушая до каких момент да да какого момента сколько времени ты можешь меня обесценить чтобы он как-то вастала понимаете чтобы он начал бороться вот она потребность борьбы для того чтобы он начал сопротивляться чтобы наконец таки ощутил себя живым вот эту вот программа борьбы да то есть я сначала позволяю себя обесценивать а потом я как Будто бы, когда меня, ну, дошел до самого дна, и если я не осознала здесь это важно, да, вот этот вот момент, я начинаю бороться с тем преследователем, да, с тем тираном, который меня обесценивал. И по сути получается, что я вообще выхожу здесь чистым из воды. Почему? Потому что оно меня обесценивает, у меня и так заниженная самооценка, тут меня еще и обесценивают. Кто плохой человек, ты плохой. А на самом деле задача того человека была вам показать лишь момент, почему вы привязываетесь, почему вы забываете вот здесь вот о своей жизни, почему вы растворяете в жизни другого человека, почему вы ставите его выше себя, да, не возведите себя кумира, почему вы из другого человека делаете кумира. Потому что ваша собственная жизнь, она вам неинтересна. Почему она вам неинтересна? Потому что вы ее не понимаете, вы не понимаете свою собственную ценность, насколько вы важны, насколько вы прекрасны, вы все время сомневаетесь. Вы сомневаетесь в себе. То есть вот видите как, с одной стороны, да, я вроде бы хочу помочь другому человеку, я что-то хочу сделать хорошее для другого человека, но здесь не бескорыстно. Здесь присутствует дьявол. Он всегда говорит, на, возьми, я тебе дам, но придет время, придет час, ты будешь расплачиваться. И расплачиваемся самым дорогим здесь, да, ну вот в данном случае, вот в этом аркане расплачиваемся своей собственной душой. А что у нас есть самое ценное в жизни, кроме нас самих? Ничего. Все остальное имеет определенную цену, потому что где-то это может быть цена, энергия, ресурса, неважно, кого бы это ни касалось, да, у всего примерно есть цена. И самое главное, вот человек, кто со мной может быть и не согласен в этом, но вот в контексте расклада мы всегда рассматриваем, не просто так, а именно в контексте расклада здесь суть посмотреть, что вы самый ценный, важный человек в своей жизни, чтобы вы научились себя ценить. Как только вы научитесь себя ценить, а чтобы ценить, надо понять, а что же во мне такого хорошего есть? А вы не знаете, вы сомневаетесь, вы не понимаете. Потому что у вас все время акцент идет на внешний мир, не на внутренний мир. Когда вы находитесь сами собой, да, король мечей, у вас очень много мыслей, да, и, как правило, это мысли о других людях. Вы не задумываетесь о себе, о своей значимости для себя, что хочет ваша душа, в чем она нуждается. Так, ладно, идем дальше. Это вот ваши убеждения. Кстати, когда я говорю про убеждения, здесь вот мы рассматриваем отношения, но на самом деле эти убеждения не проявляются во всех сферах. То есть, если бы, допустим, здесь вот предполагаемый, так скажем, клиент, да, захотел построить бизнес, ему бы сложно было продавать, у него были бы проблемы с продажей, почему он себя не ценит, ему сложно было бы озвучивать стоимость своих собственных услуг. Он мог бы быть прекрасным мастером, но никогда не продаст свои услуги, потому что он сомневается в себе и плюс ко всему он еще эмоционально привязывается. То есть, здесь этот человек очень прекрасный объект для манипулирования может быть. И это не только в профессиональной сфере. Вы сможете увидеть, что такого человека очень легко уговорить на что-то, да, то есть таким человеком очень легко манипулировать. Почему? А он свои собственные ценности, значимости не знает. Он не знает, что он представляет на самом деле из себя. И поэтому этим человеком управлять достаточно легко, надавив его на какие-то слабые места в контексте эмоций. И продать ему также очень все легко, если зацепить его на эмоции, если надавить ему на совесть. Потому что здесь вот эта вот потребность быть признанным, да, чтобы на него обратили внимание, она важна. Особенно если вы обращаете много внимания на этого клиента, да, придуманного нами в данном раскладе, то он будет, хочется сказать, да, как будто бы вот служить вам верой и правдой. То есть вот здесь такие моменты проскальзывают. Хорошо, какой урок надо было пройтись с предателем, да, вот с другим человеком? Опять же, исходя из того, что я вижу, я не вижу, что здесь человек был предатель. Почему? Потому что есть такая картинка, что, ну, человека, наверное, достали вот эмоции вот этого человека, бесконечное предложение о том, чтобы совместно что-то сделать, совместно, я не знаю, куда-то пойти, совместно развиваться, совместно, вот это вот вместе, да. То есть здесь потребность быть все время вместе с человеком. А еще раз скажу, велика вероятность, что предатель, в кавычках, другой психотип, и ему, у него нету потребности вот в этой совместности, да. Как раз-таки потому, что у него есть вот это вот понимание независимости. Там человек, скорее всего, очень хорошо и четко выстраивает свои границы. Здесь у человека размыты границы. Он не понимает, он может нарушать эти границы, скрываясь за тем, что, ну как, я же тебе добра желаю, я же тебе не хочу ничего плохого, да. Это может быть человек, который может дать какие-то советы, может дать какие-то рекомендации, да. Может вот прийти и сказать, что я хочу тебе помочь, да, когда его не спрашивали. Ну, то есть вот такой момент. Хорошо, какой урок надо было пройти нашему придуманному клиенту с предателем? Какой урок? Двойка жезлов. Научиться выбирать, что здесь нужно было, шестерка мечей, да. Здесь урок научиться выбирать свое дальнейшее развитие. Вот в этой колоде, да, здесь, смотрите, двойка жезлов. Стоит, значит, сумасшедший, свернул газетку трубочкой и смотрит вот куда-то в будущее, да. Это будущее никак не наступает, потому что он находится вот в этом корыте. То есть он никуда, по сути, не двигается. Вот только может смотреть на перспективы. Здесь урок начать действовать, первый момент, потому что сомнения, вот проблема. Человек бесконечно сомневается, ему сложно двигаться, ему нужно все время как-то вот мотивировать его, пинать, продвигать. И второй момент, шестерка мечей. Ага, сейчас я подвину, то вам там не видно. Шестерка мечей говорит о движении, движении вперед, так видно, да. Но здесь, смотрите, здесь такой момент, вот в этой шестерке мечей, значит, сумасшедший наполняет ванну, за ним смотрит медбрат. Но он вот как будто бы, знаете, он вроде бы идет вперед, да, но с оглядкой назад. Что он хочет здесь сделать? Он хочет наполнить ванну и скрыться под водой. То есть здесь задумка этого аркана такая, что я хочу побыть сам собой наедине, не хочу, чтобы меня никто не трогал. Поэтому я хочу побыть вот в своих эмоциях. Вот ванна, да, я ее наполню, полная ванна воды и эмоции. Я хочу погрузиться в эти эмоции. То есть если мне важно там о чем-то помечтать, окей. Если мне важно поплакаться, я поплачусь. То есть я хочу здесь побыть один, и у меня не получается. То есть здесь какой урок надо было пройти с человеком? Что я в принципе говорю о том, что я хочу куда-то развиваться, но по факту я ничего не буду делать, а только буду сидеть и страдать. Потому что я хочу побыть сам собой в своих каких-то воспоминаниях, в своих каких-то состояниях. И я не могу, когда за мной кто-то наблюдает, да, кто-то смотрит. То есть мне нужно мое собственное пространство. Урок, подытожу, да, какой урок здесь нужно было пойти. Здесь человек должен был понять, извиняюсь, момент, почему он вообще не двигается самостоятельно, да, для себя. То есть понять свои какие-то потребности, понять свои собственные эмоции, переживания. То есть побыть собой, понять себя для того, чтобы выбрать дальше правильный путь и двинуться в этот путь. Но сделать это все самостоятельно. Поэтому была создана такая ситуация, да, предательство. Когда человек, вот другой человек, тот, который предал, он выбрал то, что я сказала в самом начале, наилучший вариант для себя. И условно говоря, он выбрал другого человека и ушел с ним. Ну то есть это может быть разный там, как я уже говорила, да, формат предательства. Но мы рассматриваем, например, измену. Он выбрал другого, то есть он сделал выбор для себя наилучший. Здесь же наш клиент фантастический. Он не может сделать выбор. И его задача была научиться делать выбор и двигаться к своего выбору. Но выбор делать на основе чего? На основе того, что хочет моя душа. На основе своих каких-то вот этих вот эмоций. Вот этого двойки кубка желаний. То есть здесь в первую очередь человеку нужно понять свои собственные желания. И делать выбор на основе своего желания. То, что я хочу. То, что сделал в принципе и другой человек. Но для нас это было предательством. А по сути он своим поведением, он показал, что и ты должен все время выбирать то, что хочешь ты. А не то, что хочет другой. Не предавать себя. Не предавать свои потребности, свои нужды. И жить в первую очередь так, как ты хочешь. Но, чтобы жить так, как я хочу и не предавать себя, человеку нужно было понять себя. А он себя не ценит. Поэтому вот эта вся ситуация, она показала человеку, сядь и задумайся о своих ценностях. Что для тебя важно, что ты хочешь. И исходя из этого, научись выбирать себя. Если надо выбирать другого человека и себя, выбери себя. Выбери свои желания. Выбери то, что хочет твоя душа. Не предавай свою душу. А вы ее предаете. Почему? Потому что если бы не предавали, вы бы выбор другого человека, а это был его выбор. Вы бы не увидели как предательство. Потому что он своим примером показал вам то, как надо выбирать то, что ты хочешь. Для себя самый наилучший выбор для себя. Опять же таки старайтесь не смотреть буквально на ситуацию. Смотрите ее немножко по другим углам. Я не знаю, как это объяснить. Ну то есть у нас же как-то, мы смотрим как-то однобоко. Все, ты меня бросил, ты мне изменил, значит ты предатель. А если посмотреть по-другому. Чему этот актер, который душа этого человека выбрала встретиться с вами, хотела вас научить. Чтобы вы научились ценить себя и свою душу. Он своим собственным примером показал, что смотри, я себя не предаю. Я выбираю то, что лучшее для меня. И ты так должен научиться делать. А ты так не делаешь. И поэтому мой поступок для тебя является предательством. А на самом деле я просто сделала то, что хотела моя душа. Я не хочу насиловать свою душу то, как делаете здесь вы. Ну то есть предполагаемый клиент. Смотрим предпоследний вопрос. Какие выводы нужно сделать по итогу? Ну в принципе мы уже сказали, но все равно. Какие выводы нужно сделать по итогу? Четверка жезлов. Я бы сказала так. Смотреть на ситуацию в позитиве. Во-первых, восстановиться энергетически. Здесь нужно, когда более легче, относиться к ситуации. Еще четверка жезлов. Еще. Какие выводы сделать? Ну здесь действительно нужно было погрузиться внутрь себя. И найти ответы на вопросы. То есть вот эти семена. Что я хочу посеять внутри себя. Для того, чтобы вот в дальнейшем увидеть вот этот вот просвет. Но здесь знаете какая причина здесь? Ну что прослеживается? Здесь человек избегает. Избегает вот находиться наедине с самим собой. Почему? Потому что когда он находится сам собой. Вот в этом одиночестве. Он чувствует себя никчемным. Потому что он акцент делает как раз-таки на своих сомнениях. И на том, что моя жизнь она скучная. Она ничем не наполнена. Она в ней нету смыслов. И как следствие, если нету смыслов, он сам себя обесценивает. Поэтому когда человек находится наедине с сам собой, он не видит позитивные моменты света. Он видит только темные моменты. Почему он выбирает только темные? Ну потому что в нем нету вот этого вот зерна богатства, собственного богатства, понимания. Это он должен поспосеять внутри себя, когда он будет находиться один. Значит здесь как следствие нужно побыть какой-то период одному. Одному не в контексте, что я вообще без отношений или еще что-то. А в контексте того, чтобы поговорить, провести диалог с самим собой и понять, насколько я ценю, что для меня важного, что я умею, что у меня хорошо получается, за что меня можно любить, за что меня можно ценить, за что я себя люблю. Вот за что я себя люблю. Вот задумайтесь, за что вы себя любите, за что вы себя цените, что у вас есть такого хорошего, интересного, чтобы с вами были люди. То есть здесь надо вот это вот все увидеть позитивное, не негативное, вот акцент здесь на позитив, а негативное. Еще какие выводы нужно сделать по итогу. Семерка педаклей. Посеять, видите, здесь сеет семена. Мак, но здесь нужно действительно задуматься, задуматься, что вы своими собственными мыслями сеете какие-то семена на будущее. Если вы будете сеять, исходя из своих негативных убеждений, то вы будете получать подтверждение вашим негативным убеждениям. То, что я и сказала в начале. Если вы будете считать, что люди предатели, людям нельзя доверять, либо люди вам делают больно, не знаю, разного рода негативные убеждения, у каждого они свои. То вы, ну пространство будет подстраиваться, да, под ваши энергетические волны, которые вы излучаете. И будет вам воссоздавать эту картинку. Вы будете ее проживать и будете получать выводы на основе ваших убеждений. Как подтверждение, что вот видишь, я же говорила, вот это вот, я же говорила, что вот так вот. И вы это будете аккумулировать в себе вот циклично свою сценарий, в котором вы находитесь. А какие надо сделать выводы? Опять же таки, да, мы смотрели все равно позитивные, но посмотрим, что он нам скажет. А какие выводы надо сделать из этой ситуации? Вот, вот выводы императрицы. То, что я и сказала, ценность. То есть здесь у вас, ваша самооценка по пожума нет, что я вот только начальный такой, да, вот какой-то шанс, да, как некий такой попрошайка, что ему дали какой-то грамм внимания, и он радуется. А вам надо стать императрицей. То есть вам нужно понять, как из этой ситуации сделать такой вывод, что вы самая прекрасная, что вы все можете, что вы самая изобильная. Увидеть свое богатство, увидеть, причем здесь, вот в этой колоде императрица, ну, помимо того, что она беременная и голая, да, здесь изображена еврейская мама, да, которая непосредственно своего мужа, своих детей, вот. Ну, то есть не то, что она, как это сказать, они ей служат, да, она для них является авторитетом, очень важной и очень значимой. То есть они, с одной стороны, как будто бы под ее покровительством, под ее энергией, под ее энергией изобилия, да, и они получают вот эту вот благость, которую она им дает. То есть она может управлять, она может манипулировать. А я говорила вам ранее о том, что вы манипулируемые. То есть здесь, наоборот, нужно вырасти вот до такого уровня императрицы, когда я владею своим собственным миром, да, когда я являюсь хозяйкой своей жизни, я очень сексуальная, я привлекательная, я реализовываю свои желания так, как я хочу, у меня есть связи, у меня есть контакты, я могу получить все, что мне необходимо. Просто потому, что я ценю себя, понимаете, она здесь никем не командует, никем не манипулирует. А ту энергию, которую она излучает, вот, не знаю, обращали внимание на то, что я просто недавно смотрела этот реванш «Битвы сильнейших», и там вышла одна участница, и вот то, как она, знаете, шла по сцене, как лебедь, знаете, такая плывет, вот видно такие манеры аристократичные, и сразу отношение мужчин по отношению к ней меняется. Ей сразу подают руку, ей улыбаются, вот хочется что-то сделать для этой женщины. Во-первых, она прекрасна взору, не во внешности, а именно в своих манерах. То есть то, что излучает человек, исходя из этой энергии, меняется и тот, кто эту энергию воспринимает. И было интересно, когда одна женщина зашла, ей не подали ни руку, ничего, просто сказали комплименты, а к другой как будто бы побежали, чтобы подать ей сразу руку, чтобы вот как-то, как-то выделиться перед ней. Хотя, в принципе, ни та, ни другая ничего особо не говорила. Но вот энергию, которую излучаешь, да, что хочется что-то, вот это вот сделать для этой женщины. Это внутреннее богатство, это состояние изобилия. Вот вам нужно, оно появляется когда? Когда вы начинаете ценить, когда вы понимаете, что есть внутри вас, кто вы есть, насколько вы самородок, да, прекрасный, изумительный. Вот когда вы в это поверите, тогда поверят и другие. Какие выводы еще надо было сделать? Что, в принципе, вам по восьмерке монет дается некий опыт, да, то есть здесь мы строим карточный домик. Да, нам не нравится, мы столько усилий прикладывали, нам не нравится его разрушать, но чем больше мы строим, разрушаем, строим, разрушаем, акцент не на результат, то, что мы построили, а то, что мы получаем опыт. Вот в этой монотонной, в некоторой степени работе, повторной, мы получаем какой-то опыт. То есть вам нужно было увидеть в этой ситуации не результат, меня предали, а чему я научилась. То есть акцент на процесс, какой я стала благодаря этому, либо какой я должна стать благодаря этому опыту. И еще какой вывод надо было сделать. Ну, потом повешены и выходят, да. Посмотреть, где и в каких обстоятельствах я жертвлю, где я не обращаю внимания на себя, где и в чем я предаю сама себя. Вы предали себя в чем-то, в каких-то моментах, может быть, предаете, может быть, даете себе обещания сами себе, и не выполняете их. И внешний мир в виде этого человека показал вам ваше собственное отношение к самой себе. Только через другого человека. То есть то, как он к вам отнесся, это, по сути, то, что вы сами делаете над собой каждый день, и не замечая этого. Вот эти вот выводы вам нужно было сделать. Вот так нужно было пересмотреть эту ситуацию. И после этого изменить отношение не к человеку. Здесь вопрос у нас, задача какая была, да, как помирить свою, как там вопрос-то звучал сейчас, секундочку. Объясните, если возможно, как совместить, как добиться согласия в душе. Вот когда вы поймете, для чего вам был дан человек, тогда, по идее, если вы действительно это осознали, тогда меняется отношение к этому человеку. Тогда вы, наоборот, начинаете благодарить, что вот если бы не было тебя, я бы вот эти вот уроки, вот эти вот моменты в себе бы не заметила, что, по сути, ты являешься для меня шансом увидеть вот эти моменты, проработать их в себе. И тогда я изменюсь, тогда я стану императрицей. И вот когда вы станете императрицей, вот тогда вы будете благодарить этого человека за уроки, которые он вам преподнес. И момент принятия и отпускания, он произойдет автоматически. Но для этого нужно осознание. Вот если вы не осознаете, а просто послушаете, рассказываете, скажете, боже, какой бред, что там вообще говорят. И да нет, это не так. Это вообще не про меня. Вот когда вы находитесь в такой позиции, конечно, вы ничему не научитесь, и принятие не произойдет. Почему? Потому что вот эта вот потребность во внутренней борьбе, она будет происходить. Когда вы поймете, что можно чувствовать себя живой, когда вы себя любите, когда вы к себе относитесь как к императрице. Как вы думаете, вот императрица может себя ощущать мертвой? Нет, конечно. Есть ли у нее какая-то потребность с собой как-то конфликтовать, я не знаю, конкурировать сама с собой? Есть ли императрицы равные? Ну, разве что только другая императрица. И то я не думаю, что это вот будет прям какая-то борьба борьба, либо конкуренция? Нет, не думаю. Поэтому вы боретесь, вот эта вот нужда, нужда. А борьбы, она заключается в необходимости подтвердить что-то внутри себя, доказать себе что-то. Но себе мы сами же не можем сидеть и говорить, вот это так, вот это не так. Хотя у вас там двойка мечей выпадала, какие-то сомнения происходят. Надо с кем-то из внешнего мира податься. Вот мы получили персонажа, с которым мы бодались и доказывали, что он не прав, ты меня предал. А человек не предавал, человек выбрал то, что было ему, его выбор свободы, его свободный выбор. Сделать то, что он посчитал нужным для себя. Еще раз скажу. Не бывает ситуации такой, знаете, однобокой, что вот то, что он выбрал, это правильно. Для него на тот момент это было правильно. Для вас нет, потому что не выбрали вас. А вот если бы вас выбрали, например, и человек бы не изменил, условно говоря, вы бы тогда как считали, что это правильный выбор? Да. Почему? Потому что, ну, к вам отнеслись хорошо. Но вопрос ведь не всегда заключается в том, чтобы вот любой выбор другого человека, он был направлен в нашу строну, и он был позитивный. А уметь принимать выбор другого человека, его свободу воли, и свою свободу воли не забывать, да, что вы вольны выбрать так же, как он, то, что хотите. И вот эта вот взаимность там по двойке кубков, которая была, вы ее сможете получить только тогда, когда научитесь вот здесь по двойке жезлов выбирать тех людей, которые будут выбирать так же вас, как вы выбираете их. Велика вероятность в том партнере, о котором мы говорили, что вы его выбрали, а партнер вас не выбрал. Потому что если бы он вас выбрал, он бы не поступил бы с вами так, как он поступил. Он бы не сделал, потому что его выбор, вы бы были предметом его выбора, понимаете. И он бы хотел, как для императрицы, сделать для вас все. Он бы хотел в кавычках служить вам, давать вам. А поскольку ваши выборы не совпали, то есть ваши ценности были разные, поэтому человек ушел, он сделал выбор на основе своей ценности. Вы для него не были ценностью, он для вас был ценностью. И поэтому случилось то, что случилось. Ну а это опять-таки умение выбирать своих людей, как понять, свой человек или нет. Ну вот когда вам с ним хорошо, когда у вас совпадают ценности, тогда это ваш человек. Если ваши ценности не совпадают, ну это не может быть вашим человеком. У вас все время будет какой-то конфликт, у вас все время будет разногласие. Как-то так. Вот такой был сегодня расклад. Я благодарю Веру за возможность сделать такой анализ для вас. Мне нравятся расклады на одну позицию, где можно, знаете как, не делать расклад для человека, чтобы он себя узнал в этом, а сделать расклад и через расклад показать другую сторону металли, о которой, возможно, мы бы никогда не задумывались. То есть есть какая-то и другая точка зрения, о которой, ну может быть, она нам даже и неприятна. Посмотреть мы не хотели бы в эту сторону, потому что нам от этого больно. Но от этого наша тень, она не растает и никуда не убежит. Нам все равно придется рано или поздно посмотреть в эту сторону, если мы действительно хотим понять себя и разобраться в себе. Поэтому вот такие вот расклады, они мне нравятся, они помогают посмотреть на ситуацию немножко под другим углом. И это тот момент, когда мы говорим про осознанных людей, почему вот осознанные люди, они реагируют. Ну не так, как обычные, потому что они смотрят шире. То, к чему мы все стремимся, и я вместе с вами. Благодарю вас за внимание, благодарю вас за ваши комментарии. Еще раз хочу благодарить Веру за идею к этому раскладу. Надеюсь, я никого здесь не обидела, потому что, скажу, у меня не было задачи никого обидеть, а просто показать ситуацию, да, то есть не на личности переходить, а на ситуацию с точки зрения вот именно уроков, которые проходят наши души. Прощаюсь с вами до пятницы. В пятницу не пропустите анонс на Блиц-консультации, и в четверг, восьмого числа, завтра, значит, да, выйдет еще один анонс в разделе сообщества. Тоже его не пропустите. Не скажу какой, но увидите. Прощаюсь всем. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok